Приветствую вас, давайте разберём вопрос, который вы задаёте. У меня проблема, люблю девушку, назовём её Кэ. Она чуть постарше меня, я девушка. Знаю, что она тоже неровно лисит ко мне, так как с её стороны были поцелуи, подмигивания и так далее. Недавно на корпоративе я хотел её поцеловать, но она не дала и сказала, что не нужно это делать. У неё есть близкая подруга, с которой она всем делится и просит советов. Так вот, я думаю, что эта подруга, ей просто мозг почистила, и поэтому Кэ так себя повела. Скажите, как Кэ разберет в том, что не нужно слушать подругу и делать, как она говорит, и вообще, что делать в этом случае? Ну, в первую очередь, нужно увидеть вам, что основная, так скажем, проблематика вашего вопроса заключается в том, что вы говорите, что у меня проблема, и далее, что я люблю, да, там, ну, человек. Пишите вы с одной стороны, а с другой стороны, вы пишите о том, как мне разубедить её. Понимаете, то есть, что получается по факту? Проблема у вас, а разубедить нужно другого человека. Ну, и, как бы, куда это может, соответственно, нас с вами привезти? Ну, в принципе, на мой скромный взгляд, совершенно не в ту сторону, в какую вы хотите. Ответственность здесь, судя по тому, что вы, вот, как раз, пишите о бане, значит, перекладывается на человек, да, да, то есть, как бы, чтобы мне было хорошо, мне нужно кого-то переубедить. А теперь, смотрите, в какую ловушку здесь вы можете попасть. Значит, если девушка Ну, вот, такая, собственно, вот, в себе получается неуверенная, да? Если девушка, вот, достаточно, ну, в себе, вот, так, сомневается, скажем. Дальше вы её переубедите? Вы сможете её, если переубедите. То не будет ли это означать, что вы действуваете так же, как её подруга? Которая так же как и вы чем-то её пробуждает. И во-первых чем вы отличаетесь от подруги её, с которой ну как бы с которой вы здесь вроде как соперничаете да, с которой вы вроде как здесь находитесь в определённой скажем так, ну в контрабации, да, говорят, что её слушать не надо. Но стук-то вся в том, что вы говорите её слушать не надо, а вас получается надо. В чём как бы разница, понимаете какая история. И получается, что как бы всё то же самое. Но это один момент только, т.е. это один момент, он не так может быть важен, потому что вы можете сказать что-то из-за того, что ну буду я похожа на эту подругу и как бы и что дальше надо, то есть мне в принципе всё равно. Например. Ну вы можете так сказать. И это ваше в общем и целом право. Полное право ваше иметь такую позицию. Как мне кажется, проблематика несколько в другом, в том чемпиону. что девушка от этого, в смысле, если вы её переубедите, не станет в себе более уверенной и не станет более непостоянной. ой, наоборот, не станет менее непостоянной, извините. Она не станет менее непостоянной. И получается, что если вы её переубедите, если вы сможете её переубедить, например, то как бы возникает вопрос людей вероятность того, что её не переубедит другой человек какой-то, кто подберёт более яркие и красочные слова, кто там, как бы, попадёт, условно говоря, в, вот, ну, так сказать, в яблочко. Да? Понимаете? Какая история. Вот. Вот. И вот на этом мне кажется вам следует обратить своё внимание. В первую очередь. Понимаете, да? И уже, исходя из этого, смотреть и выбирать, исходя в этом уже думать, в том ли направлении, как бы, я хочу двигаться, например. Понимаете, правильно? Вот и всё. Я вас не отговариваю ни в коем случае. И не считаю, что то, что вы делаете, это как-то плохо. Ну, в том смысле, да, что это ваш выбор связывать там свою жизнь с тем, с кем вы хотите её связать. Ну, просто вот об этих вещах подумайте просто потому, что, например, если не отдавать себе в этом отсчёт, то будете страдать. понимаете? А я не думаю, что это то, чего вы хотите. И последнее, на что хотелось бы как-то вот обратить ваше внимание, это то, что вы решили, что девушка к вам неравнодушна. Потому что она вам подмиквала, и она вас, как бы, славала. Но почему вы решили, что это всё-то значит, обязательно? Это может и ничего не значить. У неё, в смысле, у девушки, может быть такой характер. Вот. Поэтому сейчас это просто ваши догадки и желание выдать, как бы, за действительность то, что вам хочется. Что, к сожалению, к сожалению. Далеко не всегда хорошо. Потому что таким образом человек может, как бы, находиться в иллюзии. в иллюзии, в иллюзии реальности, в иллюзии мира. И рискует быть обманутым. Чего бы мне для вас не хотелось. Если вам кажется, что у девушки есть к вам чувство, если вам кажется, что, ну, что она вам симпатизирует и что-то такое. Ну, вот. Спросить у неё? Просто спросить. Просто спросить, что ты чувствуешь. Например. Ко мне. Вот. Это будет куда? Да. Эм. Конструктивнее. Чем то, что вы делаете сейчас. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Продолжение следует. Спасибо. Продолжение следует...